Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Как справиться с хульными помыслами? Никак не справиться. Как справиться с воронами, галками, которые прилетели с теплых краев, летают над твым домом, гадят над твой автомобиль в непомерном количестве? Я как сельский житель знаю, какая-то напасть. Или мухи, которые просыпаются весной и летом и норовят заполонить собой все существующее пространство. Главное, когда вот эти вороны хульных помыслов летают над нашей головой, не обустраивать на нашей голове им гнезда. Не пытаться эти хульные мысли словить все до единой, и пока не переловишь, не успокоятся. Ничего не получится. Поэтому спасаемся, друзья мои, бегством. Это благословленное святыми отцами делание, которое всегда приносит свои благие плоды. Как лучше всего бороться с хулиганами в школе, допустим, игнором? Они раз заденут, другой раз заденут. Если увидят более-менее стоическую реакцию, будут задевать тех, кто больше всего обижается. Как бороться с хулиганами в подворотне? Ну, как бы ты хорошо не обладал навыками кунфу, айкидо или даже боксом против холодного или горячего оружия, приема нет. Лучшее средство — это бегство. Вот хульные помыслы, вот это хулиганы, которые во время молитвы, посещения богослужения, чтения каких-нибудь важных книг, вообще в любое время приходят на наш ум. И как только мы это зафиксировали, необходимо всеми силами переключить свои мысли на что-либо другое и игнорировать их, бежать. В том числе и с помощью тела, между прочим. Есть дома тренажер. Снимите с него все пуховики, шарфы, сумки, кота, пробежитесь в конце концов, если он еще работает за эти годы, когда последний раз его включали. Пойдите, включите музыку, послушайте какую-то приятную музыку, включите в конце концов, не знаю, в Телеграме или на Ютьюбе, откройте что-нибудь срочно, посмотрите на портале экзегет. Пусть у вас будет заглавная страница, чтобы любой браузер у вас открывался сразу не со странички Яндекса или Гугла, а сразу хоп, экзегет. Ты забудешь, что вообще хотел там посмотреть. Нечего там в посту новости листать. Листайте экзегет. Отвлекитесь. То есть мы слабые с вами, мы не можем, как святые отцы, еще брать этот помысл, так через колено разрывать и... Все, отойди, сатана. Не буду это думать. Ну, не такой наш уровень, не такой. Поэтому просто переключайтесь на что-нибудь интересное. Конечно, можно, если имеешь опыт молитвы, вгрызться в смыслы молитв, читаемых в этот момент, так, что через каких-то 10-15 секунд ты действительно забываешь о всех этих помыслах. Ну, если так не получается, то отвлекитесь на что-нибудь другое. Ну, а если во время молитвы, допустим, ну, не бежать же смотреть сериал какой-нибудь, встаньте на коленки, начинайте... Ходите, в новую лицу почитайте эти молитвы, пройдитесь вокруг дома. Начинайте читать вслух, погромче, или тише, или медленнее. Если не хотите вслух, ну, хотя бы просто начните проговаривать губами. Даже не шепотом, а просто губами прочитывать молитвы. Знаете, да? Про себя читаешь, ну, просто движение зубов и губ присутствует. Зажгите свечечку, сделайте что-нибудь, чтобы отвлечься. И эти вороны хульных помыслов не будут гадить вашу душу. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok